Уважаемые коллеги, я начну с нескольких комментариев предыдущих. Прежде всего хочется вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, который был крайне неуспешным человеком. Он полностью провалился в своей служебной деятельности, он полностью провалился в своей предпринимательской деятельности, в издательской деятельности. Как мы знаем, им долги пришлось платить императору. И также его личную жизнь тоже, наверное, нельзя назвать весьма успешной. Даже крайне неуспешный человек. Но, конечно, я бы был очень рад, если бы удалось хотя бы одну тысячную его неуспешности осуществить для себя в памяти будущих поколений. Ну, можно и поэтически вспомнить историю. Скажем, 300 спалтанцев погибли, явно неуспешны, но мы о них помним. Второе замечание. Государство. Государство – это аппарат насилия. Как говорили вплоть до XVIII века все, там появился общественный договор ОСО и прочие соображения. Но это аппарат насилия. Я постараюсь всех не говорить. Мы, применительно к правящему режиму, буду использовать именно этот термин. Правящий режим, если понадобится. Третье соображение. Рынишная экономика осталась в XIX веке. Так объяснил всем нам Питер Друкер, американский профессор в области менеджмента, управления. Так что те, кто говорят про рыночную экономику сейчас, они, скорее всего, следуют клише, которое было внесено в наши головы в начале 90-х годов. Вы знаете, кем. Четвертое соображение. Концитирую великого Мау. Бунт – дело правое. Винтовка рождает власть. И если посмотреть на место Китая в современном мире, то, наверное, можно ли подумать, правый был Мау или нет. И последнее, пятое соображение. Кто на нашей земле чувствует себя лучше всего? Кому лучше всего жить? Вы и такие опросы, и вы знаете, наверное, результат. Лучше всего жить тем, кто находится в традиционном обществе. Например, вот с вами. Они лучше всего себя чувствуют как люди. А в США, например, уровень самоубийств на тысячу и на сто тысяч населения, он один из самых высоких в мире. Кажется, только Литва переезжает. Теперь я перейду к непосредственно тому, что подготовлено. Речь идет о том, чтобы обсудить некоторые проблемы математической теории рейтингов, как инструмента изучения социальных систем. И сначала, что такое рейтинг. Термин рейтинг происходит от атистского, что рейт, оценивать, рейтинг, то есть оценка, оценивать. Это попросту оценка, то есть какой математический объект может стоять. А почему я говорю по математическим объектам? Потому что я как раз хочу от содержательных вопросов, которыми посвящены мои предыдущие доклады, обратиться к тому аппарату математическому, к тому инструментарию, который мы используем. Так вот, оценка – это может быть число. Это может градация качественного признака, улетворительное, хорошо, отлично, а рейтингистическое переменное, если угодно. Но часто моделируют нечеткими множествами. Вот в 80-м году вышла первая книга советского автора по нечетким множествам. Это моя была брошюра. Задача оптимизации – нечеткие переменные. Ну, прошло всего лишь 34 года, и это понятие стало использоваться на таких конференциях, как здесь. Ну, конечно, есть и другие виды. Для оценок было порядочение. Как я студентам говорю, расположить дни недели от самого трудного в субъективном плане до самого уж легкого. Ну, в оригинале это было расположение технологий по уничтожению химического оружия от самого привлекательного к самому непривлекательному. Значит, термин рейтинг – это, на мой взгляд, синоним термина «интегральный», то есть единый в общенной системной критерии. Ну, подборясь словами, что оценка, показатель. И для чего он используется? Чтобы ставить объекты и субъекты, интересующие того, кто это проводит, точки зрения. Ну, в частности, рейтинги – это и собраться использовать прицеп и полагание, чтобы сформулировать, к чему мы двигаемся. Ну, популярны линейные рейтинги, линейные функции от единичных показателей. Если мы берем мультипликативную функцию, то это на самом деле то же самое, потому что возьмем пологарифмеры, и тогда будет сумма алгоритмов. Значит, здесь есть какие-то математические объекты. Единичные показатели, x1, x2, xn, коэффициенты весомости и важности, значимости. И таким образом на величину рейтинга влияют, по крайней мере, три сферы причин. Во-первых, способ измерения единичных показателей, во-вторых, выбор набора показателей, и, в отличие от значения коэффициентов важности. Ну, посмотрим влияние на выводы, способ измерения единичных показателей. В этом году в Европе Китая по паралитету полаганной способности составит большую величину, чем в Европе США. То есть, мы имеем по этому показателю, что на первом месте в мире Китай, США надвинулся на второе место, приведенный с угодным источник. А в то же время по формальному курсу в текущих ценах ситуация совсем другая. И в ВВП Китая в полтора, по крайней мере, раза меньше, чем в ВВП США. Так что, какие бы выводы на основе ВВП могут быть только тогда оправданы, когда мы указали, как ВВП рассчитано. И, более интересный пример для меня, сколько населения, не раз сегодня упоминалось население стран, так вот, по данным пограничной службы, число въехавших в Россию, превышает число въехавших примерно на 1 миллион человек в год. По данному РОСТАТа на 200-300 тысяч. Так что, какое же сейчас население в России? 140 миллионов, 160 миллионов. Ну, у официальной статистики есть много интересных особенностей. Вот это одна из них. Теперь обсудим влияние на выборы, наборы показателей. Вот здесь я говорю про индекс инфляции. Ну, поведено определение, не буду его зачитывать. Так вот, оказывается, что определяется индекс инфляции, в настоящее время, во многом тем, какую потребительскую корзину мы используем. Если мы будем использовать минимальную потребительскую корзину удовольственных товаров, то индекс инфляции оказывается примерно в три раза больше, чем индекс инфляции по потребительской корзине РОСТАТ. Ну, то есть, если за прошлый год, то примерно 20%. Каждая методика расчета индекса инфляции проста. Потратив полтора часа времени, каждый может сам рассчитать этот индекс, исходя из методики, которая проведена в той литературе, до которой я доберусь. Так. Вывяние на выводы значения коэффициентов важности. Ну, вот если мы будем исходить из инфляции, расчета по минимальной потребительской корзине простых товаров, а по нынешней 200 рублей, примерно, на 1 рубль 90-го года, то тогда реальная средняя зарплата будет в два раза меньше, чем в 90-м году примерно. Ну, а если мы берем другой индекс инфляции, на основе потребительской корзины из одного товара, бутылка водки, то реальная средняя зарплата будет в три раза больше. То есть, среднестический россиянин может в три раза больше купить водки, чем это он мог сделать в 90-м году на свою среднестическую зарплату. Это, конечно, достижение правящего режима весьма замечательное. Ну, конечно, принятие решений по социально-техническим системам, то есть, при целополагании, планировании, выполнении планов, при анализе результатов, всегда же необходимо нам оценивать рейтинги. Но вот мы видим, что конкретные значения зависят от перечисленных обстоятельств. Ну, после того, как много поговорил за упокой рейтингов, хочется что-то сказать и воздравить. Радуется ли это то, что, как показывают в практике, конечно, расчетов сложности по состоянию обоснованного рейтинга во многих случаях снимается тем, что значительно отличающиеся объекты хорошо различаются с помощью многих рейтингов. Так, например, упояшивание с помощью линейного рейтинга часто совпадают и близки с упояшиванием в случае равных весовых коэффициентов. Ну, а общая рекомендация здесь довольно простая. Если есть несколько способов обработки данных, давайте их все применим и посмотрим, что получится. То, что получается при нескольких способах обработки данных, скорее всего, соответствует реальности. То, что меняется от одного способа к другому, это, конечно, отражение субъективизма, субъективность выбора метода. А вот искать оптимальный метод по опыту ряда областей прикладной математики, мне кажется, очень беспорезным, поскольку каждый метод оптимален в соответствующем для него смысле. И с течением времени эти новые понимания возникают. Понимание оптимальности. Еще можно посоветовать использовать множество парэта, то есть такие и множество, что любой из объектов, входящих в него, хотя по одному показателю, лучше любого другого объекта, входящего в это множество. Ну и на основе этой идеи, вот, например, я описал тот, который интересен людям, ведущим научную деятельность. Есть вот российский индекс научного цитирования, это областительное внимание слово индекс. В нем есть три основные показателя научной деятельности. Число публикации автора, число цитирования работ, индекс хирш. Так что можно, выбрав определенного автора х, выделить три группы. Первая группа – все три показателя научной активности меньше, чем у автора х. Вторая группа – все три показателя больше, чем у х. И третья – промежутствие те, кто сопоставился, этим х, все остальные. Вот потом, что ты подумаешь, если х – это докладчик, то оказывается, что в первую группу, где все три показателя, наушно активности меньше, входит, например, 60% изученных академиков российской академии наук. Вот теперь, вопрос, о чем это говорит? о свойствах индекса, и о свойствах академии, и о чем-то еще. Какой рейтинг лучше? Давайте обсудим этот вопрос. На примере рейтинговых рейтингов, бинарных – это когда оценка принимает два значения. То есть объект оценки с помощью бинарного рейтинга относится к одному из двух классов. И тогда получается, что эта часть дискримината, она – это часть матемической статистики, и можно, значит, ввести прогностическую силу, ну, формуа для приедена для желающих, и эта прогностическая сила, значит, изучена, с ее помощью можно, например, проверить возможность использования линейного штатистика для анализа конкретных данных. Итог. Считаю, что разработка и интенсивное применение манического инструментария появится для научной области, которой посвящена конференция, ну, приведена ссылка, значит, на литературу, и способ связи, значит, кто заинтересуется, электронная почта. Ну, в общем, в настоящее время, если в поисковом окне Яндекса набрать фамилию и имя отчества, то найдешь достаточно много информации по каждому, что активному участнику процесса научных исследований. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ